Сегодня промоушен UFC является одним из самых мощных в мировом спорте, зарабатывая просто колоссальные суммы денег и собирая миллионы фанатов у экранов телевизоров. А летом 2016 года компания UFC была продана за космические 4 миллиарда долларов. Но так было далеко не всегда, и навряд ли братья Фертита могли мечтать о таком успехе в далеком 2001 году, когда купили за 2 миллиона компанию, которая потопала в долгах, бои которой не хотели показывать телевизионные каналы, а система пайп-ревью вообще была запрещена для UFC. Но братьев Фертита не остановили трудности, и у них получилось сделать с компанией глобальный феномен. Как спросите вы? А вот на этот вопрос я и попытаюсь ответить, выделив 14 самых значимых моментов в истории UFC на их пути к мировому признанию. Вот где все началось. Арт Дайви создал UFC, когда был учеником Грейси в Лос-Анджелесе. Сегодня суть ММА в том, чтобы найти лучших бойцов, когда как раньше главным была идея в том, чтобы определить, какое единоборство было сильнее. UFC 1 состоял из турнира из 4 поединков, где победитель получал приз в размере 50 тысяч долларов. Первый раунд турнира выглядел следующим образом. Борец французского Савата Жерар Гордо против борца Сумо Тайла Тули. Кикбоксер Кевин Рассиер против специалиста по кэнпо Зайна Фрейзера. Черный пояс по джиу-джитсу Рос Грейси против боксера Арта Джиммерсона. Борец Шуто Кэн Шэмрак. Черный пояс по тэквондо Патрик Смит. Грейси выиграл турнир и сразу же популяризовал джиу-джитсу в США. Братья Фертита купили UFC за 2 миллиона в надежде сделать спорт из промоушена с огромным долгом. Отсутствием соглашения с телевидением, поддержки в прессе и запретом в некоторых штатах. UFC была даже запрещена для показов по системе Pay Preview, когда братья купили компанию. Вскоре Лоренцо Фертита, ранее являвшийся членом спортивной комиссии штата Невада, через свои связи обеспечил для Зуфы разрешение на проведение боев в Неваде. Так что если вы любите UFC, можете поблагодарить братьев Фертита и Дану Уайт. Они успешно смогли поднять планку смешанных единоборств. Сегодня означает новое начало, с новым лидерством, с великим визжением. И сегодня мы просим вам, чтобы взять уже супер-болл Микс Маршал-Артс к более высокому уровню. И someday все будет поговорить о UFC, как премьер-спортинг-эвенте в мире. Первый турнир, показанный по кабельному телевидению, был UFC 37.5. Он имел такое странное номерное название, потому что турнир UFC 37 уже был запланирован, как и турнир UFC 38. Главным поединком турнира был запланирован бой Чака Лидла против Витура Белфорта. Этот бой, показан по телевидению, не был. Единственный бой, который был показан, это бой Робби Лоулера против Стива Бергера. Это был также период начала сотрудничества UFC с Fox Sports. Критически важным событием для организации со времен покупки Зофой стал UFC 40, состоявшийся 22 ноября 2002 года. Билеты в зале MGM Grand Arena были полностью распроданы, а клиенты кабельного телевидения купили 150 тысяч просмотров, что в три раза превосходило продажи предыдущих турниров. Главным боем вечера стало противостояние тогдашнего чемпиона UFC в полутяжелом весе Тита Артиса и бывшего чемпиона Кена Шемрока, который на время покидал MMA, перейдя в рестлинг. UFC 40 удостоили своим вниманием такие медиагиганты, как ESPN и USA Today. Предоставив обзоры боев для зрителей и читателей соответственно. Не исключено, что именно успех UFC 40 и ожидание боя Ортис Шемрак спасли UFC от банкротства. Уровень покупок предыдущих шоу Зуфы в среднем не превышал 45 тысяч трансляций, и организация несла большие убытки. Результаты UFC 40 позволили организации надеяться, что будущее MMA может быть успешным. Но несмотря на успех одного шоу, Зуфа по-прежнему испытывал серьезные финансовые затруднения. Со времен покупки UFC компания понесла убытки на сумму в 34 миллиона долларов. После того, как братья Фертита купили компанию, долг по-прежнему рос. Турниры UFC собирали меньше 100 тысяч покупок по ипревью. Компания по-прежнему испытывала трудности. Они пошли на крупный риск сделать реалити-шоу на телевидении в 2005 году, поставив все на создание нового бойцовского шоу под названием «Универсальный боец», где бойцы будут соревноваться за подписание контракта с UFC. Это был великолепный шаг, первый же сезон обрел успех по всем рейтингам, а финальный бой между Форестом Гриффином и Стефаном Боннером навсегда вошел в историю UFC. Вероятно, именно этот бой спас UFC от провала. Гриффин и Боннер были внесены в зал славы UFC в 2013 году. Это шоу дало старт многим известным сегодня бойцам. UFC 66 был возглавлен реваншем между Чаком Лидлом и Кита Артисом. За титул чемпиона в полутяжелом весе. Впервые турнир UFC перешагнул отметку в 1 миллион покупок платных трансляций. СПН вела полное сопровождение турнира UFC 71. В прямом эфире они вели разговор с Куантоном Джексоном и Чаком Лидлом, а затем в прямом эфире была показана даже процедура взвешивания бойцов. СПН Ньюс также показала в прямом эфире вечернее шоу. UFC была готова к увеличению своей популярности, да и деньгами промоушен уже обзавелся. И было принято решение о покупке конкурентов по рынку, которые начали явно уступать UFC в популярности. Они купили WSC в 2006 году, успешно интегрировав их бойцов в UFC и анонсировав новые весовые категории. Также в 2007 году Zufa купила легендарный Pride, меньше чем за 70 миллионов долларов. В 2011 году они купили Strike Force и начали становиться глобальным брендом. UFC продолжила усиление в 2008 году. Следующим шагом стало подписание контракта со спонсором в лице Bud Light, что стало огромным достижением для UFC. UFC 100 побил все рекорды по платным трансляциям, собрав более 1,6 миллиона пайп-ревью. Это был отличный турнир, в котором выступали главные звезды UFC, включая чемпиона на тот момент Брока Леснера, Джорджа Сен-Пьера, Марка Коллмана, а также Джона Джонса и Стефана Боннера. UFC 100 также стал уникальным мероприятием, поскольку интерес СМИ, в частности СПН, был поистине беспрецедентным. Самый большой спортивный обозреватель США, традиционно фокусирующийся на бейсболе, баскетболе и американском футболе, подробно освещал события задолго до и значительно после его проведения. UFC подписала историческое соглашение с Фоксом в 2011 году, что позволило показывать свои турниры перед сотнями миллионов зрителей. Покупка Strikeforce дала UFC права на рунду Роузи, которая стала главной звездой женского ММА. Бронзовая призерка Пекинской Олимпиады была непобедима в Strikeforce, выиграв досрочно свои первые шесть поединков. Президент UFC Дана Уайт не раз говорил, что не видит места женским боям в UFC. Но рунда Роузи сумела изменить его мнение и стала не только лицом женской ветки UFC, но и всего промоушена в целом. Она была первой женщиной, кто получил контракт с UFC и в дальнейшем выиграла 12 поединков подряд, став суперзвездой. А ее проигрыш сначала Холли Холм, а потом и Аманди Нуньес вошли в историю, как одни из самых больших апсетов в истории смешанных боевых искусств. Сервис от UFC под названием Fight Pass был запущен в 2013 году. Это огромная библиотека боев ММА. Как и раньше UFC начала покупать права на все промоушены, что связаны с ММА, джиу-джитсу и кикбоксингом. По Fight Pass сейчас идут трансляции турниров в UFC и различных передач, вроде Дана Уайт в поисках боя. Fight Pass также показывает региональные турниры ММА. Можно по-разному относиться к этому парню, но то, что именно он купает в деньгах всю организацию UFC, это факт. За выход на первый бой в UFC в 2013 году МакГрегор заработал 8 тысяч долларов. За выход на четвертый бой 75 тысяч, на шестой 500 тысяч, на девятый 3 миллиона долларов. Примерно в таком же темпе росла и популярность самого UFC, для которого МакГрегор остается единственным гарантом высоких райтингов после эпического падения Ронды Роузи. В 2017 году UFC продолжает демонстрировать стремительный рост. И когда и где будет пик этого роста, пока не ясно. Но точно можно сказать, что промоушен находится на правильном пути, влюбляя в себя все новых и новых фанатов. Спасибо за просмотр видео, если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!